Теренгульский район Теренгульский район Теренгульский район Теренгульский район Теренгульский район Теренгульский район Что ж на самом деле? Плюс это или минус? Есть риски или нет риски? Вот сейчас я с таким, знаете, с болью в сердце, я вполне серьезно, не для видеокамеры говорю, с болью в сердце смотрю, как просто угуд. Угуд о том, что там мусор, сжигающий завод. Раиса Александровна Антонова, заведующая детским садом, которая приехала в район, когда он процветал, когда в каждом доме было полно скотины, задала вопрос тем людям, которые стоят в пикете. Где же они были, когда банкротили совхозы? Почему тогда не стояли в пикетах? Я считаю, что все-таки нужно думать не отдельно о всем районе вместе. Нужно думать о детях. Да, здоровье детей – это очень важный аспект. Но простите меня, когда ребенок неделями, месяцами не видит папу, и для него праздник, он не идет в детский сад, потому что у него сегодня приезжает папа, и мы видим эту радость в глазах. Семьи-то счасовую могут разрушиться. Подтверждением того, что жители села за строительство завода стало письмо, которое передали активисты во время встречи. Под ним стояло почти 500 подписей. Губернатор заверил, что в Солдатской дошле будут создаваться не только дополнительные рабочие места, что для местных жителей крайне важно, но и село будет обеспечено хорошей инфраструктурой, дорогами, тротуарами, уличным освещением. Там построят дом культуры, отремонтируют жилые дома. На базе бывшего Скугариевского училища откроют новое образовательное учебное заведение, где молодые люди смогут получать профессии и будут в дальнейшем трудоустроены в родном районе. В ближайшее время губернатор обещал посетить Теренгульский район, чтобы услышать уже на месте от самих жителей, каким они хотят видеть свой район. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.